23 апреля по всей стране, в том числе и в Славянском районе, стартовала традиционная гражданская патриотическая акция «Георгиевская лента». Тогда же и начали работать передвижные боксы по сбору средств в помощь ветеранам. Сегодня, 1 мая, по улице Красной состоялось торжественное открытие акции. Она продлится до 9 мая. Впервые патриотическая акция «Георгиевская лента» была проведена в 2005 году. Тогда было распространено 800 тысяч ленточек. С тех пор прикреплять символ героизма и воинской славы на одежду или автомобили стало традицией. Вскоре акция вышла за пределы нашей страны и стала международной. А общее количество розданных ленточек превысило 100 миллионов. В прошлом году двухцветный символ победы развивался на одежде, антеннах автомобиля, детских колясках, был повязан на руку практически каждого жителя нашей страны. В этом году более 20 миллионов ленточек раздадут во всех 85 регионах России и ещё в 70 странах мира. Цель акции неизменна во все времена – не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой победил в самой страшной войне в истории человечества, кем гордимся, о ком помним. Официальное открытие патриотической акции в нашем районе дал глава Славинского района Роман Синеговский. «Прикрепив эту ленту у себя возле сердца, мы говорим о патриотизме, о великом духе патриотизма, говорим о том, что мы все вместе, что мы любим свою большую и малую родину. И, наверное, сегодня, особенно в то время, когда экстремизм, национализм пытаются взять вверх, мы говорим, что этого не получится, потому что мы все с вами патриоты». История Георгиевской ленты берёт своё начало с 1769 года, когда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия. Вручали его тем, кто проявил мужество и героизм на полях сражений. Цвета ленты – чёрный и жёлто-оранжевый – означают дым и пламень и являются символом вечной доблести солдата. «Волонтёры раздают ленточки всем гражданам, уже прошли несколько предприятий, организаций, на местах поздравляют с наступающим 9 мая, вручают этот главный символ победы в нашей стране. Несколько тысяч лент уже раздали. Эта акция продолжится до 9 мая». Но главное в акции – это не только сопричастность к подвигу предков, но и возможность оказать помощь ветеранам. Принимая ленточку из рук волонтёров, каждый желающий может сделать добровольное пожертвование для Краевого ветеранского госпиталя. Об итогах акции в этом году можно будет узнать сразу же после их подведения, после Дня Победы. В нынешнем году планируется раздать более 15,5 тысяч георгиевских ленточек в нашем районе. Всего же в России более 20 миллионов штук. Впрочем, почти для каждого, кто принимает участие в акции и прикрепляет на грудь символ победы, это связано с личной историей семьи, которую помнят и которой гордятся. «Надо помнить историю. Пускай все принимают в этом участие. И мы их сейчас примем». «Для меня это память о погибших, память о прошлом нашей страны. Обязательно нужно принимать, потому что память – это самое главное для нашей страны, для детей подрастающих, чтобы помнили всех». Георгиевская лента – это символ памяти и уважения. Прикрепить её к своей одежде – это значит сказать «Я помню, я горжусь». Станьте и вы активными участниками акции. Пусть в эти дни улицы нашего города, станиц, хуторов, сёл пестрят тысячами георгиевских лент. Пусть этот символ славы войдёт в каждый дом. Пусть внуки и правнуки – герои Великой Отечественной войны – ощутят свою причастность к победе и гордость за нашу Родину». Надежда Неткочева, Александр Косицын, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Специально для праздничного выпуска программы «События».